Приход весны у многих россиян ассоциируется с субботниками. В словаре «Даля» слово «субботник» означает добровольное и бесплатное выполнение общественно-полезного трудового задания. Администрация новомихайловского поселения не словами, а делами решила показать пример и открыла сезон по уборке территории. Кирилл Асанов наблюдал за ходом событий. Что такое субботник? Отголосок 20-го столетия или новый взгляд на образ жизни в 21-м веке? Впервые эта форма труда была осуществлена рабочими Московско-Казанской железной дороги в Москве 10 мая 1919 года. Тогда работать приглашали в добровольно-принудительной форме. Сегодня это больше похоже на призыв власти гражданам обратиться к своему сознанию. Владимир Негрёба работает в администрации новомихайловского городского поселения в отделе имущественных отношений. Сменив деловой костюм на рабочий, он своим примером показывает, что участие в подобных мероприятиях – это прежде всего уважение к месту, где ты живёшь, и, следовательно, к стране в целом. Смотрите по факту, сегодня люди работают, я думаю, будут работать на субботник. Масса будет обеспечена, я надеюсь. Чисто жить нужно каждый день. Не только эпизодами делать субботники и наводить чистоту, но этим нужно заниматься каждый день. Мужской состав администрации открыл сезон благоустройства и создания благополучной санитарной обстановки в поселении. Новомихайловский – один из лидеров Туапсинского района по посещению туристов в курортный период. По мнению главы Анатолия Русина, на сегодня озеленение посёлка – первоочередная задача. А как ещё сделать красивее посёлок, и какая ещё остаться, кроме как зелень, цветы, чистота – это всё одно и то же для меня. Поэтому мы будем делать, стараться продолжать добавлять озеленение, разбивать клумбы, сажать цветы, безусловно, сажать зелёные круглогодичные, чтобы насаждение какие-то, те же ели, те же какие-то кипаресы, чтобы действительно люди могли не только в летний период, но и межсезонье проезжать и сказать, да, действительно, мы едем в курортный посылок Новомихайловский. Впереди всех ждёт всекубанский субботник. 21 апреля на улицы городов и поселений выйдут те, кому небезразличен быт Краснодарского края. Кирилл Осанов, Тимур Баташев, Роман Петров, телеканал Орлёнок ТВ.